Сегодня выехал из города Вайтхорс. Очень хорошо попутный ветер. Есть небольшие подъёмчики, но с попутным ветром это всё преодолевается очень хорошо. Вон, качусь со скоростью 24. Разменяюсь 27-28. Красота! Минус 7. Но из-за того, что ветер в спину, и я еду почти вместе с ним, то не так уж сильно и холодно. Две недели мне ехать в другого крупного посёлка, где я договорился, что меня встретят. А ещё через неделю я хочу доехать до термальных источников. Летом они работают, а зимой не знаю. Должны вроде бы термальные источники, они сами себе работают. Что я не рассчитал, то что здесь, вот Аляска и Канада, у них нет осени, у них лето и зима и октябрь, это уже зима, так как сейчас ноябрь, это вообще уже хорошая зима, а это я не рассчитал, ещё как-то по нашему миру садил, думал, что будет осень, будет потеплее. Пол сестого вечера, 9 градусов мороза. Так, заказываю для вселенной, Миру, услышь меня, мне сейчас надо в течение ближайшего километра найти беседку с крышей, деревянным полом, чтоб там было сухо, чтоб это было немножко в лесу, чтоб были дрова, чтоб было не далеко от озера. Всё, запрос отправлен. Доброе утро, вот когда я сплю, в спальнике, вот так вот он покрывается сверху, отдыхание инеем, вот и льдом, всё такое. Вот и палатка вся уже, как в снегу, зато какой у меня вид сегодня. Вчера вечером я попросил мир, это на камеру даже записал, чтоб чистота эксперимента была, чтобы у меня было место какой-нибудь беседки, возле озера, с дровами, да, у меня нет беседки, мне пришлось постелить, где там видно фанеру, вот зато у меня есть дрова и красивое-красивое озеро. Красота же ж. Вот так вот сушу я спальный мешок, после ночи. Что у меня на завтрак, подогреваю себе воду, буду делать чай. Ещё перед выездом в Уайтхорсе, купил полуфабрикат и буррито, поджарил их на сковородке, вот они конечно же здесь замёрзли, теперь их просто подогреваю, хотя у меня на завтрак есть и сухой завтрак, но не совсем сладкий. Ого, это вообще шедеврально. Это я сварил суп, канадец его не сильно оценил, но я в хорошую кастрюлю там 5 литровую воду, а я в короче забрал его, уже порционно сделал, вот такие вот, 4 пакетика у меня, класс, буду подогревать вечером и горячий суп. Яблоко, я хочу яблоко, ну как его есть. Вообще не вариант. Закипела, закипела, ну вот просто берёшь и... Откусываешь, да, хрустит прикольно. Даже за солью не пошёл и бурри там заедаешь. Горячая. Блин, пройдёт буквально немножко времени, да сколько тут, пару дней. Я забуду, ну вот это состояние, как сейчас вот здесь, оно такое вау. А когда вернусь в Одессу, так это же вообще, благодаря только таким видео, аж самому не верится. И вообще, как-то сам себе периодически напоминаю, что я в Канаде, потому что я-то всё тот же, только в другом месте, Канада. Когда сидишь в Одессе и там представляешь себе Канаду, Аляску, какие-то прям такие вот ощущения, ну да, картинка вокруг другая, но внутри-то я всё тот же. Говорю-то я всё и думаю тоже по-русски, с одесским уклоном. Всякие мансы в поведении, всё тоже наше. И возмущаюсь я на местных тоже по-нашему, или наоборот радуюсь, контактирую с ними. В магазин по-нашему хожу, то всё я делаю по-нашему. Так что я приехал в другой мир, со своим миром. Забыл сказать радостную новость, у меня таки появилась ложка, в этом, в Уайтхорсе, когда гостил у Эйвона, попросил у него ложку и он мне подарил. Китайская ложка из Канады, чего ещё следовало ожидать. Вот заканчиваю свой завтрак, немножко орехового масла, вот только открыл баночку. Тоже интересно, как оно так на морозе у нас ведёт себя, ну нормально, почти как мороженое. Ехал-ъехал и приключилось, во-первых у меня всё так, мерзнут пальцы ног, это сейчас буду переодевать носки, другие, играюсь у меня с разной парой. Во-вторых, пробил колесо, вот этого я хотел меньше всего, меньше всего, потому что, как сейчас на морозе будет вести себя клей, без понятия. Вот, но у меня есть запускная камера, наверное её и поставлю. Вот, сейчас пока пойду сяду на пенёчек, переодену носки. Просто менять камеру тоже не вариант, почему она спустила, надо вначале выяснить, почему она спускает, а для этого надо не спеша разбирать и проверять. Сейчас минус 14 уже. Вот как пить воду? Всё замёрзло. Вот удивительно, в Азии и в Африке не хватало мне водички с льдом, а здесь её хоть и добавлять. А вода с льдом, это же прелесть. Вообще, зимнее велопутешествие, оно волшебное и очаровательное, но с той стороны, с вашей стороны монитора, не с этой. Я даже не знаю, что сказать. Я еду на юг, типа, но Аляска закончилась, а холода только начались, что ли? Ну, у меня нет слов, одни эмоции. И, короче, вообще никого. Я даже не знаю, что делать. У меня вода замёрзла в бутылках. Доброе утро. Вообще, опять колотун колотуном вылазить из палатки не хочу. 8.35. Это реально очень рано. Сейчас покажем. Я не знаю, как мне сегодня стартовать. Вот так вот, в суровой реалии. И мазь моя замёрзла, не могу себе локоть намазать. Ну, вот переховое масло. Вот камушками. Вот это масло. Всё замерзает, всё замерзает. Периодически здесь есть такие достопримечательности, что ли, исторические. Да не рассказывал, как они тут строили дороги, каналы прокладывали, как они мост построили. Вот, конечно, вообще перекрёсток многообещающий. Во-вторых, олени, что ли, приходили здесь и ждали. Или это заяц? Нет, это заяц. Кстати, по поводу, да, там все были в шоке, какие школы. Может посмотрим, какие у них туалеты, просто общественные туалеты, ну вот на улице имею в виду. Бесплатные. Ребята, туалетная бумага. Ну, она там на замке. Ну, кто-то ж приходит и меняет её. Хотя это вообще чёрт знает где. По мне, я думаю, видно, да, как здесь тепло. Очень холодно. Вот, и немножко идёт снег. Температура где-то градусов 15, наверное. У меня уже вся техника оказывается работать. Велокомпьютер тоже. Вот, но дороги чистые. Ну что, поздравьте меня. Первый мой опыт в Канаде, когда меня просто человек остановился, предложил помощь. Мы ему пару километров с ним сейчас ещё проедем. И дал мне сэндвич. Говорит, что видел мой кемпинг там. Вот, и говорит, рад мне помочь. Загрузили мой велосипед назад. Теперь мы едем. Слушайте, ну из кабины тёплой машины вообще всё так великолепно. Великолепно. Я и сэндвичи, красота. Городишко в 450 человек, население. Трудно в это поверить, но он просто находится, когда с британской Колумбии заезжаешь сюда, на территорию Юкон, то это вот первый такой, как бы большой. Ну тут просто и столица у них 25 тысяч человек. Но покажем, какой здесь супермаркет. Тут сумасшедший такой, называется, лес знаков. Со всего мира, куча-куча. И я реально зашёл, вот чтобы понимать, третий ряд. И вот знал, как идти. И вот, пожалуйста, АЕ. Украинские номера. Я так и знал, что я их сердцем почувствую, куда идти надо. Ну а здесь, ну вот чтобы, сейчас покажу, чтобы понятно было. Просто везде, вот море знаков. Море. Батарея. Снимаю на телефон, потому что видеокамера, хоть заряженная, но на холоде пишет пустая батарея. Ну здесь вот, нереально их много, вот всё прям в этох. Я не знаю, как я так, а что я буду сказать, чувствуется. Очень-очень-очень много. Город Ватсон Лейк. Ну город, посёлок. Ааа, красота. И я красивый, как всегда. Ааа, почему именно здесь? Ну я радуюсь. У меня завершился ещё один этап. Я выезжаю из территории Юкон и заезжаю в Британскую Колумбию. Велосипед. Ой, ну что, ведёт у нас всё нормально, что я могу сказать. Вон едет, видно как остаются следы, протектор цепляет, всё работает. Когда был совсем свежий снег, ну конечно заднее крыло позволяет, там много расстояния, а вот переднее бывает набивается. Но не страшно. Вот поменял вот этот флегодержатель, ещё в Вайтхорсе, сломался пластикой, поставил новый. Стоять на месте, разговаривать так хорошо ехать, сейчас опять будет так прохладненько. Но надо ехать, надо делать эти километры, надо. Ну что, здравствуй британская Колумбия. А вот и я. Поехал, я покажу, как мы умеем приезжать эти места.